Добрый день! Сегодня мы поговорим о селекционере Гуннолдесе Вейнсмеш из Прибалтики и его формах. Это замечательный селекционер, который прожил долгую жизнь, умер в 17-м году в возрасте 86 лет и оставил нам прекрасное наследие. Когда мы говорим о прибалтийских сортах, то практически у всех возникает вкусовой образ лабруски. Это сорта, которые с лисим вкусом, с вкусом земляники и только формы Вейнсмеш выгодно отделяют среди остальных сортов своими необычными мускатными ароматами. Из его многочисленной коллекции наиболее известны три формы – Довга, Цирвасагра и Лепайззинтерс. Родина Вейсмеша – Цирвусская волость, небольшое местечко Лепайззинтерс. И это отражается в названиях его форм. Лепайззинтерс – Лепайзский янтарь, Цирвасагра – Цирвусский сверхранний или сверхранний из Цирвуса. И отдельно стоит форма Довга, которую он назвал в честь своей любимой внучки Ксении Довганской. Все три формы достаточно равноценны, и кто-то выбирает Довгу, кто-то выбирает Лепайз, кто-то Цирвас. Можно иметь все три формы, но они все похожи и несут яркий аромат муската. Мне он напоминает духи фабрики Дзинтерс – очень яркие, насыщенные и необычные. У меня на участке только одна форма этого селекционера – Цирвусагра. Кто-то мне советовал посадить обязательно Лепайз, Довгу. Но я считаю, что одной формы мне достаточно, потому что они достаточно похожи друг на друга. Вот предлагаю вашему вниманию куст сорта Цирвусагра, который растет у меня. Все сорта Рестнича отличаются ультраранним сроком. И действительно, Цирвус на моем участке поспевает в числе самых первых, не уступая тепличным сортам. Что можно сказать об этом сорте? Гроздь примерно 200-400 грамм. Прошу посмотреть. Это одна из крупных гроздей. Грамм 300-400, наверное. Есть гроздья помельче. Ягоды средние, средние, мелкие, крупные, бывают, но очень редко. Созревает очень рано. Сегодня у нас 8 августа. Форма практически готова. Сахар набрала 15-16 брикс. Это несмотря на то, что у нас уже четвертый день идут дожди. Каждый день и днем, и ночью. Вот вы выбрали небольшое окошко, пока нет дождя, и снимаем. При этом обратите внимание, что на ягодах практически нигде нет треска. Треснули единичные экземпляры. А в остальном форма очень отличная. Но это не у всех так. Я знаю, что многие жалуются, что церва стрещит. И кричат, что ее надо заменять на лейпаяс, либо на довгу. Но я считаю, что проблема с треском – это решаемая проблема. Нужно просто к ней подобрать ключи. Также хочу обратить ваше внимание на то, что одновременно с возреванием урожая очень быстро начинают зреть лоза. Вот на сегодня мы уже видим подтвердение лозы, изменение цвета. Форма параллельно с возреванием готовится к зиме. К концу сезона она вызарит до самых кончиков. И с год в год это происходит. Еще хочу отметить, что вот эта форма на моем участке, как в стране вечно зеленых помидоров. Мы никогда не можем дождаться коричневых косточек. Форма съедается намного раньше достижения полной зрелости. Вот сейчас, видите, она уже начала желтеть. И сегодня мы срежем первые грозди. И угощу внука, детей, ну и сам поем. Всем рекомендую на северных виноградниках иметь или одну, или несколько форм вейстминша. Довгу я не пробовал. Вот либо церава сагра, либо лепайзинтерс должен иметь каждый виноградарь. Особенно кто начинающий, кто не хочет заморачиваться очень сильно с обработками, с подкормками. Наследие прибалтийского селекционера станет украшением вашего участка.